так только что у нас был лучший в мире досмотр лену разули, меня не разули, в лучшем городе земли, в лучшем мире досмотр мы на борту и у нас тут огромный выбор развлечений, игры, фильмы, вот можно выбрать прям богемскую абсобию выбрать язык, есть на русском, можно выбрать на английском, можно включить субтитры и смотреть, воскнуть вот сюда свои наушники, ослабляться полетом совершенно бесплатно у нас пришел обед, это просто как в Мишленовском ресторане, немножко зависит от уксуса валяли наш великолепный салат и мы тут как дэнчик в кабине пилота, можем смотреть за всем, что происходит и есть золотой вилкой мы прибыли в аэропорт, и даже тут чувствуется морской бриз, вообще как будто в бассейне когда проходишь, настолько тут влажно уже в самом помещении ну, Лен, тут что-то развелось, какие-то лекарства, я говорил, не бери лекарства какая-то синяя зеленка, еще походу вывалилось немного водки непонятно, как будто через закрытую крышку в остальном все нормально, долетело правда, еще в таком чемодана нет мы сели в такси, оказывается, что тут двухэтажный подъезд к аэропорту, впрочем, как и у нас такси Uber подъезжает только на один и получается, что нас ждал таксист не на том этаже, где мы его искали сейчас в Бразилии страц нас взяли комиссию за обналичивание я почему-то не знал, что долларовые карты от 100 баксов, а не от 3000 но в целом едем за 800 рублей 15 километров время 8 часов, середина лета и глухая ночь, уже час как так, мы на Капакабане сейчас 7 утра солнце жарит всем плохо, я не могу смотреть просто почувствуете атмосферу бразильского пляжа идем подкидываться на самый пирс идем вдоль горы и тут от горы просто печет как от нагревателя такого нормального тут очень интересно, что почти в каждом доме вот такие ворота под машину, которые уходят туда или вглубь и это прям в каждом доме а дом считается один подъезд вот еще заезд вниз рядом с ним другой такой же дом тут вот бывают даже такие резкие заезды я не знаю, куда вообще кто-то заезжает, но почти под 45 градусов это напиток гуарана это самый популярный напиток в Бразилии все его обожают похоже на буратино хлебани из Бразилии похоже на буратино да как называется? старфрут старфрут так крамбола на отрезанную попку похоже на незрелую такую штуку у нас росла она в даче типа терна что ли невкусная она никогда не зрела до конца нахрен она вообще нужна была да нет ее звездочка надо резать, Илья ну ладно, заживет обратно так, у нас следующий фрукт он называется атемойя фрукты настолько экзотичные что на кассе даже девушка не знала как их пробивать косточки несъедобные ну похож на какой-то пирог да на торт может быть да он это ягода торт мы мечтали об этом в общем сели в отличный автобус с профессионером автобус останавливается с маком руки на огромной скорости итак, сейчас 8 утра написано, что следующее будет в 11.20 ну и еще это означает, что попадаем наверх в самое солнце трех сегодня плюс 35 все готовятся к карнавалу даже обсуждающий персонал хоть как-то шапка все в кокошниках установка специальная чтобы воронать воду одну бутылочку подарили что произошло? ну тут оказывается есть эскалатор а мы перли 158 тысячи ступенек вверх и пешком так как обычно куча туристов все выстраивают какие-то кадры внутри у Иисуса небольшой храм а у чуваков тут бассейны они тут в принципе нормально живут вот тут в форме сердечко срочно бежим в связи с жарой начинают печь как суха мы взяли какую-то штуку это типа смуси так а сайта называлась болезненько.ру сайт антиоксидантные диетические свойства для сердечно-сосудистой системы противоопухолевые средства антоцианы для хорошего зрения сладких снов сексуальное влечение для зачатия и беременности идет на борьбу с лихорадкой при менструальных спазмах Лена я не могу без нее вообще жить как я существовал надеяться там есть список чего помогает и позволяет на чего надеяться вон еще мы ушли с пляжа мы променяли отдых на зрач у нас тут пирожские сиськи пирожки дон ажур в сериале клон как рассказывает моя подруга была дон ажура и у нее был вот такой вот маленький магазинчик где она продавала всякие пирожки разворачиваться где-то в 4 неподалеку может даже прям тут посмотреть как движутся облака это не таймлапс и вот еще еще все огорожено все дома за решетками все подъезды все вот на расстоянии метра от каждого дома вот бмв и 3 никакие образиться не остаются от новых технологий я таких москвитов не видел у них есть вот такая штука удивительно видите она цветет маленькими цветочками красными и когда она цветла происходит вот такая штука и это приемли все 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 Поехали, трудно видеть А твои жизни, че не мечтали Че шейт нерезь, битча, let me see what you got Вот так вот выглядит он касается Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тут можно посмотреть, как выглядела самая первая кабина Они говорят, что это третий вообще кейблкар, что было запущено в мире Вступает швейцарским и, по-моему, испанский какой-то кейблкар И с тех пор вот тут есть следующая кабина, которая была заменена спустя 60 лет И та кабина, в которую мы ехали только что За 350 реалов можно долететь на вертолете А сюда мы доехали за 200 реалов за двоих А вот там вдалеке видны те самые фавелы, где живут отбросы общества Куда ходить нам строго-настрого запрещено, а то нас ограбят По-моему, Денчик полетел Так, уровень 2 Поднимаемся прямо туда Так, мы заказали бразильский капучино Тут помимо смотровой площадки обустроили парк на склоне Можно походить в этой мохнатой шапке И посмотреть по сторонам По сторонам у нас опять облако Песу aquele венью уду гор Ха-ва-та-ся, но мента тира с еще батон Ища, иди ко мне, как и про это я не удаю И да и иди, иди, иди ко мне, что ли Иди, иди, иди ко мне, что ли Сегодня я тебе и правду Смотрите о нем司 Вели Арауѐ? Сегодня я тебе и правду Вот там мы были. Вот одна гора от пересадка, и от нее еще на 400 метров. Абсолютно все в граффити, причем граффити делится на два вида. Первое – это рисунки, как таковые, которые всем более-менее нравятся, которые разрешены по согласованию. И теги, которые никому не нравятся, но которые все граффитисты рисуют. И есть такой способ защитить свою стену от того, чтобы на ней нарисовали тег, ну, подпись граффитиста. Это заключить какой-нибудь договор с одной из команд о том, чтобы на ней нарисовали нормальную граффити, и тогда никто на нее не будет оставить свою подпись. Мы на автовокзале, тут раздают презервативы бесплатно. Их берут, все берут. Сейчас будем распечатать наш билет, идем за прекрасной бразильянкой. Как обычно никто не говорит по-английски, так, что она в прекрасном бразильянке. Практически родные желтые валидаторы. Тонникец нет, но вон там есть человек-кондуктор. По центру Рива. Центр представляет собой разительный контраст с Капакабаной. Все очень стивилизовано, очень аккуратно, по-европейски. Домики причесаны, люди приличные, никаких бомжей. И при этом родители очень чистоплотные. Вот мы сейчас едим, нам опять принесли приборы в индивидуальных пакетиках. Такое все время происходит. И соль всегда у них тоже в маленьких пакетиках никогда салонки мы не видели. Стоит где-то 350 рублей. Мы погуляли по городу по суху, сели в трамвай. И все-таки пошел дождь. И нам нужно пройти вон туда. Огромный сверху 8-й автобус. Два раза запустился башкой. Все серьезно проверяют паспорта, проверяют билеты. И приедут наклейки на багаж. Я чувствую, как там опять разрывается медленная водка. Там такой огромный автобус нас довез. В 8 колесах и будем наверху. Ну и вот и традиционные пасхальные куличи. Все-таки тут празднуто окончание поста. Отдельные лавочки для отрывных людей, у которых индекс массы тела больше 40. Чтобы вы понимали, у меня 20. Это музей современного искусства. Короче, нас привезли кругами с крюком 40 минут на парковку хотя бы с амбодрома. Тут чуваков разминают просто как футболистов настоящих. Их мнут, массажируют. Короче, никаких мест нет. И все ждут начало карнавала. Я люблю, маю, маю, твои времена. И я люблю, маю, маю. Сколько вкусов фанта вы знаете? Фанта клубничная, черничная и даже арбузная. Вот, она вот так открывается. Сотни, я не знаю, лайков пивных. Все ледяное, все холодное. Так, мы добрались до Бразильской. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!